Девушки отдыхают Дмитрий Аренин Облили с ног до головы Сначала водой, шампунем Потом уже ополаскивали Как подготовили памяти Габулы Тукаю К день рождения поэта Расскажет Алина Бережная Исследовательский центр Двух международных компаний Открылся сегодня в Иннополисе Позволяет оповещать Об авариях В режиме реального времени Когда поумнеют города в республике Альбина Слагараева Чтобы путь на чемпионат мира Был ровным Сегодня первый день тепла Поэтому веселее стала работа двигаться Успевают ли татарстанские дорожники Подготовиться к футбольному мундиалю Познавал Сергей Хайдаров Депутаты Госсовета Сегодня отправили председателю Госдумы Обращение, где просят сохранить Обязательное изучение родных языков Напомним, ранее ряд федеральных парламентариев Подготовили законопроект Об их добровольном изучении Сегодня по этому поводу в Госсовете Депутаты полтора часа эмоционально высказывались против Озвучивая в особенности мнения разных народов Какие призывы отправили в Москву Узнал Дмитрий Аринин Изначально в повестке дня сессии был 41 вопрос Но уже в самом начале заседания Взявший слово депутат Ринат Закиров Предложил помимо них Первым делом рассмотреть тему языка Парламентарий напомнил о законопроекте Думских депутатов Где те хотят сделать изучение Национальных государственных языков Российских регионов добровольным И с этим, по его мнению И мнению обратившихся к нему избирателей Согласиться нельзя И нужно направить обращение К председателю Госдумы Конституция страны и республики Защищает государственный статус Татарского языка И как могло так произойти Что появились такие законопроекты Мы считаем, что так нельзя оставлять Нужно решить этот вопрос Эту позицию разделили и другие депутаты Как рассказали, законопроектом Возмущены не только татары Но и представители других народов В последние две недели Ко мне очень часто обращаются Мои соплеменники Чуваши Это бесконечные звонки И личные обращения И все они связаны Именно с новым законопроектом Они сразу уловили Истинную тональность И цели данного законопроекта Как губительного И негуманного по своей природе То, что сказал Дмитрий Анатольевич Самаренкин Про Чуваш В полном объеме касается Всех народов Несколько месяцев назад Единогласно Я хочу сказать Единогласно Все председатели Национально-культурных объединений Республики Татарстан Тогда проголосовали За обязательное изучение Татарского языка В рамках школьной программы Родным языкам По которым и идентифицируется Наша национальность Дают отставку в школьной программе Сводят их К факультативу выбора Кройки и шитья Что ли Похоже Данные депутаты Явно Поторопились И не дают себе Отчеты Куда они Гнут Мы здесь в госсовете Обсуждаем важнейший вопрос Который касается Судьбы этого народа Этой республики И вы хотите Опять его Закнопочить что ли Люди должны понимать Эту миссию Должны понимать Что изучение Государственных языков Республик Это не частный Кухонный вопрос Который можно решать В режиме Хочу не хочу Нравится не нравится Вкусно не вкусно Я тоже обратился Труда милича Послушайте пожалуйста Он пишет Демократическое государство Безраздельно Должно признать Свободу развития Условы развития Родных языков И отвергнуть Всякие привлеки Одного языков Прозвучал упрек В адрес президентского Полпреда в ПФО Который по мнению депутата Ввел в заблуждение Руководитель конечно Михаил Викторович Бабич Он скажет что Все вопросы решены Больше никаких мнений не будет Ну и Нас развели Просто всего-навсего И в этом помогал Наш полномочный представитель Разводить нас Он успокаивал общественность Нас успокаивал Я думаю Обидно конечно Обидно За себя За всех За народ За многонациональную страну Сегодня на нашем заседании К сожалению По уважительной причине Не участвует Рустам Нургалеевич Но президент Татарстана Гарант Конституционных прав граждан В адрес Государственного совета И президента республики Звучит много критики За недостаточно последовательность Отстаивания позиций По сохранению татарского языка Мы правы ожидать От нашего президента Более деятельного участия В разрешении данного вопроса Подытоживая выступление Фарид Мухамедшин отметил Что думские депутаты Явно поторопились с этим вопросом И это вызвало Забоченность не только в Татарстане Обращение в госсвет Представили также Общественники Кавказа И Якутии Ну а забоченность многих Кто выступал Понятно И я думаю Надо находиться в поиске Решения этой проблемы Вместе с федеральным центром И та критика Которая прозвучала В адрес Рустама Нургалевича Миниханова В мой адрес Из ваших уст Она наверное Имеет право на жизнь И я очень обращаюсь К нашим избирателям Русскоязычным избирателям Никакого притеснения Никакого Ущемления Абсолютно за этим Не следует За счет уменьшения Русского языка Преподавания в Татарстане Мы увеличим Преподавание татарского языка Не быть этим Мы сами встанем горой Русскоязычная часть Нашего населения Нас поддержала Помните на референдуме За что первый президент Татарстана Не раз выступая Я говорил большое спасибо За то что поняли Что татары тоже хотят Свой язык сохранить Это относится к Чувашам И Мордвеям И Марийцам И другим людям Которые живут В своих национальных республиках В своем обращении К руководству Госдумы Татарстанские депутаты Призвали Сохранить обязательное изучение Родных языков Всех народов страны И исключить Неопределенность Преподаванием государственных языков Также сделав их Обязательными За это обращение Проголосовали Более 80% парламентариев Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов ТНВ, Казань Завтра республика Отметит 132-летие Со дня рождения Великого татарского поэта Габдулы Тукая В честь памятной даты В Казани Пройдут ряд мероприятий Утром возложение цветов К памятнику поэта В сквере После церемонии Открытия нового здания Казанского татарского тюза На Петербургской В полдень У памятника поэта На улице Театральной Пройдет большой праздник поэзии Завершится он Гала-концертом На улице Баумана С участием известных артистов Перед праздником Принято наводить порядок Душ в центре Казани Сегодня принимал Памятник Габдуле Тукаю Традиционно монумент Моют как раз В канун 26 апреля А уже потом Водные процедуры Ждут другие памятники Казани В столице Их как минимум 100 О том Как умываются Монументы Алина Бережная Ведро с водой Тряпки и шампунь С чувством, толком И расстановкой На высоте более 5 метров Сотрудникам Горводзеленхоза Не привыкать Отмывать великих Приходится каждый год Памятники промываем Мы не только К дню рождения Это начало Как говорят старт Пока еще холодно Мы не моем Как вот начинается тепло Это у нас День рождения Тукая Это мы отмечаем Начало промывки памятника И делается это все вручную Городская пыль Смог птичий помет За зиму На монументе Скопились слои грязи На промывку Уходит порядка 200 литров воды И флакон и шампуня И такая генеральная чистка Пройдет по всей Казани Столичные службы Отмоют около 100 монументов Ведь чистый памятник Светлая память Здесь было еще безобразие Тут какие-то вот Недостатки были Все он делает Все Это замечательно Замечательно Потому что Тукай Незабываемый поэт Это необходимо Помнить всех людей Не обязательно Поэт ли Кто ли он После как уборку сделали Приятно ходить по парку Я вот сюда почти каждый день хожу И я вижу, что убирается город Уже завтра вся республика Отмечает день рождения поэта Традиционно 26 апреля Памятник Габлюлы Тукая Утопает в цветах А в сквере собираются Почитатели его творчества Алина Бережная, Марат Сетгараев ТНВ Казань Выучили татарский по интернету Вдали от языковой среды Так совпало, что сегодня В Казани наградили победителей Международной олимпиады По татарскому языку и литературе В столице проходит форум Родного языка В нем приняли участие Больше 350 человек Они из Татарстана Из других регионов Из стран Финляндия, Турция, Франция Китай, Эмираты Кто оказался лучшим Об этом далее Татарская песня В исполнении японца Еще мелодичнее Тагучи Чехира Знает 6 языков Татарский Учит уже 3 года Благодаря интернету Ведь учебников Для японцев Просто нет Сегодня Тагучи С дипломом За первое место В международной олимпиаде По татарскому языку Но еще радостнее Впервые в Татарстане Культура И люди Тоже мне нравятся А татарская еда? Конечно Что понравилось? Парамеш Пошпошмак Кого-то к изучению Татарского Привела страсть К иностранным языкам А кого-то Например Интерес к архитектуре Когда я смотрел Вот в интернете Фотографии Я увидел там Татарстан Там красивые места И потом У меня появился Интерес к изучению К татарской Литературе И языка Участники олимпиады Прошли интернет-тестирование Письменный этап По татарскому языку И истории И творческий тур В результате По 20 лауреатов Золотых, серебряных И бронзовых призеров И лишь два гран-при Который на рыбу С казанской участницей Достался гостю Из Финляндии Хоть я и финский татарин Мой родной язык Татарский язык Здесь много победителей Но нет ни одного проигравшего Вы здесь познакомились Пообщались Сдружились И вот это все будете нести Всю свою жизнь И это 355 Натаков татарского языка Со всей республики Страны и мира Лина Синатольевна Амирзаль Шафтен В Казань Остались без кормильца Избивает муж И идти некуда У матерей Которые оказались В таком положении Теперь есть крыша Сегодня в Казани Открылся центр Временного проживания Мамин дом В двухэтажном коттедже Одновременно могут разместиться До шести семей Кто будет жить в доме И каким критериям Нужно соответствовать Узнал Салават Мухаммадуллин Современный ремонт В комнатах уже детские игрушки До полугода Здесь одновременно Могут проживать Шесть семей В том числе Десять детей Всего 360 квадратов Практически На берегу Волги Это двухэтажный Мамин дом Центр для семей Которые остались Без крыши над головой Символическое открытие Хоть открытие И символическое Этому дому Предстоит стать Символом надежды Для десятков семей Строили его Всем миром Кто-то делал пожертвования Кто-то ремонт Получается Что с возрастом Человек думает о вечном Поэтому и решился Вот Что хочется сделать Что-то хорошее В этом мире Хорошее Доброе Вечное Отдельная кухня Два санузела Шесть комнат И гостиная Сейчас благотворительный фонд Благие дела В поисках мебели Холодильника В общем всего Что поможет Будущим жителям Маминого дома Обустроить быт В социальной адаптации Помогать им будут Психологи Наша задача В течение полугода Максимальный срок В течение полугода Семью вывести На самостоятельность И научиться Самостоятельно справляться То есть Если они сейчас Находятся в беде Совсем-совсем Тяжело справляться То через полгода Они должны уже И психологически Быть готовы К самостоятельной жизни Принимают в дом Мам с детьми Оказавшимися В тяжелом положении Узнать более подробную Информацию Или помочь Благотворительному фонду Можно на сайте Адрес которого Вы сейчас Видите на экране Слова Духмадулин Рацайт Гараев ТНВ Казань Два озера На кварталах В Казани Не оказалось В новом генплане Столиц Такое сообщение Распространили ряд Изданий Информация Взбудоражила Общественность Лина Зинатурина Спросила у Исполкома Так ли это Покормить уток Отдохнуть И насладиться природой На эти озера Приходят сотни Жителей Новосайновского района Редко в городе Встретишь такой оазис О том, что озера Якобы исчезли С будущего генплана Столица Здесь не слышали Но в случае чего Готовы выйти на защиту Водоемов Как это было С озером Харавая Я против Потому что Здесь и с детьми гуляем Детям показываешь И утки прилетели И чайки прилетели Естественно Мы были бы против Если эти озера Засыпят Или еще что-то Здесь дом построят Ну вот Если началась какая-то Общественная компания В пользу Собирать подписи Я не против Подпишусь Озера имеют Полуискусственное происхождение Это бывшие котлованы Торфоразработок Которые постепенно Заполнились водой Так и оставили Жителям полюбились У нас была инвентаризация В 2007 году Мы делали на них Экологические паспорта Озера называются Озеро Большое Чайково И озеро Малое Чайково Оба они благоустроены Вокруг них скверы Поэтому попадание Этих водных объектов Под застройку Вызывает удивление Местные жители Решили начать с себя Инициативная группа Из 20 неравнодушных Взялась за благоустройство Озеро Большое Чайково Самостоятельно Привлекают друзей Соседи Собирают средства Уже закупили детскую площадку На очереди Урны, скворечники И даже фонтан Люди Откликаются Ну в пределах Каких-то Небольших сумм Но поскольку Здесь очень много жителей И проект Очень социально обоснован И детки есть у всех Вот И все конечно Заинтересованы в том Чтобы здесь было красиво Найти активистов Можно в соцсетях Свой проект Они кстати согласовали С администрацией города И об отсутствии озер В новом генплане В мэрии Высказались Как о недоразумении С целью сохранения Природного многообразия И комфортной среды В составе проекта Генплана Казани Предусмотрена схема Природно-рекреационного Комплекса Городского округа Согласно схеме Территории с озерами По улице Маршала Чуйкова Сохраняются По словам городских властей За сохранность озер Пятого мая Куда кстати Очень ждут всех желающих Лена Зинатульна Марат Зайдулин ТНВ Казань Вы смотрите Новости Татарстана И вот о чем Пойдет речь далее Исследовательский центр Двух международных компаний Открылся сегодня В Иннополисе Позволяет Оповещать об авариях В режиме реального времени Когда поумнеют Города в республике Альбина Слагараева Чтобы путь До чемпионат мира Был ровным Сегодня первый день Тепла Поэтому более-менее Как бы веселее Стала работа двигаться Успевают ли Татарстанские дорожники Подготовиться К футбольному мундиалю Узнавал Сергей Хайдаров Весь день в Москве Пока госсовет Республики Бурна Обсуждал языковой вопрос Рустам Иниханов Встречался с премьером Дмитрием Медведевым Президент Доложил основные итоги Работы по разным направлениям После он принял участие В заседании Правительственной комиссии По стратегическому развитию Подробности у Дины Газалиевой Сегодня встреча В подмосковных горках Началась крепкого рукопожатия Как заметил Рустам Иниханов По итогам 2017 года Республика Перед премьером-министром страны Еще не отчитывалась Сегодня президент Атарстана Доложил Дмитрию Медведеву Что все свои основные Намеченные планы На 2017 Республика выполнила Вырос воловой продукт Как и индекс промышленного производства А объем инвестиций В основной капитал Составил 637 Миллиардов рублей Здрасте Еще раз Благодарю Цифры, которые озвучил Рустам Иниханов Действительно достойные ВРП в республике В прошлом году Составил 2 триллиона 115 миллиардов рублей И почти на столько же 2 триллиона 254 миллиарда рублей Татарстан отгрузил Свои продукции Запущены новые производства Также Рустам Иниханов Доложил о реализации Ряда государственных программ В том числе Социальной направленности Строительство детских садов Ремонт школы Оснащение медицинских заведений Итоги по всем направлениям работы Были у президента Татарстана с собой В подготовленных К этой встрече документах О поддержке регионального Производителя Особенно по линии вывода И дальнейшего продвижения Продукции на экспорт Говорили уже на заседании Президиума Совета При президенте По стратегическому развитию И приоритетным проектам Он также прошел сегодня В резиденции Горки В прошлом году Впервые за последнее время По стране зафиксирован рост Ни сырьевого, ни энергетического экспорта Автомобили, самолеты Сельхозтехника и продовольствия За границей с охотой Покупает российская Нам необходимо увязать воедино Целый комплекс административных Финансовых и технологических ресурсов Такая работа ведется уже сейчас Мы вводим новое Конкурентное правило Нужно устранять И административные барьеры Для бизнеса Потенциал дальнейшего роста экспорта И об этом заявили собравшиеся На заседании кроется в информационных технологиях Туристических, медицинских И образовательных услугах Для эффективного продвижения Того, что сделано в Татарстане К слову, три дня назад Был создан совет по экспорту Его возглавил президент Планируется, что работа совета Будет увязана в одну систему С программой по экспорту Которая принята в республике До 2025 года Сейчас Татарстан входит в пятерку Крупнейших экспортеров Среди российских регионов В прошлом году Несырьевой экспорт Уже увеличился на 20% Поиск новых рынков сбыта Для республиканских товаров Будет продолжен Дина Газалиева, Виталий Лукьянов Александр Ярошов, Марат Закиров ТНВ, Московская область, Горки 5G уже не популярное слово А реальность Сегодня в Иннополисе Открылся исследовательский центр Инновационных разработок Это совместная инициатива Компаний Ericsson и МТС О будущей цифровизации Райотов республики Альбина Солгораева Эта система позволяет Не только повысить надежность Коммунальных сетей Но также позволяет сократить затраты На содержание и развитие коммунальных сетей И все это инфокомплекс Умная ЖКХ Система уже внедрена в Тюмени Помогает выбрать более экономичный И технологичный подход к делу Это одно из решений Компании Ericsson Смотрят далеко в будущее Мы надеемся, что в конечном итоге Такого рода системы Для умных городов Будут способствовать Сдерживанию роста стоимости услуг ЖКХ Но для этого нужно, чтобы города Поумнели Этим как раз и будут заниматься В новом центре Высокотехнологичное решение В сельском хозяйстве В организации безопасности В промышленности И управлении транспортом Система видеоанализа Предлагаемая компанией МТС Помогает собрать всю информацию о человеке То, что видеоаналитика Или так называемая машинное зрение Сегодня уже обыденность Мы опять убедились здесь Например, видеокамера сейчас считывает Мой пол, возраст И эмоции Например, я улыбаюсь Злюсь И я удивлена Подтянуть свою IQ Уже согласились Арские районы и Альметьевск Сегодня они подписали соглашение С МТС О развитии технологий Сервисов умного города О том, как это будет работать Говорили позже В том числе и о том Каковы перспективы Инновационного центра И как они планируют Распространить опыт По всей стране Четвертая промышленная революция Ставит перед нами Большие вызовы Мы определили Кластер Умной экономики Как один из ключевых Стратегий развития Республики до 2030 года В первом У нас построенном В России Городе Инноколисе Мы создаем Инфраструктуру Мирового уровня Очень важно Стать лидерами в 5G Как мы это сделали В 3G Ведь 5G Это уже не просто Популярное слово Это реальность МТС Как один из лидеров Телекоммуникационного Лоннинга И рынка ИТ В стране Активно инвестируют В направления В новом центре Уже есть первые партнеры Это КАМАЗ Соглашение о сотрудничестве В сфере беспилотного транспорта И промышленного интернета Вещей подписали сегодня Альбина Слагараева Ильшат Мухаметов ТНВ Иннополис До чемпионата мира По футболу Осталось 50 дней Этот рубеж для Казани Самый волнительный И самый ответственный Напомним Наш город Примет 8 команд Это Франция Австралия Иран Испания Польша Колумбия Германия Корея Близится к завершению Набор волонтеров Получили более 3000 заявок Отбор завершается 28 апреля Между 11 городами Участниками чемпионата Будут курсировать поезда С бесплатными вагонами Для обладателей билетов на игры Чтобы комфортно было Не только на стадионе Но и по пути к нему В преддверии чемпионата В Казань пришел Большой дорожный ремонт Главный объект Ленинская дамба Помимо этого Отремонтируют еще 40 магистралей Где появятся супертрассы Расскажет Сергей Хайдаров Сухо и солнечно Для дорожников благодать По всему городу Ремонт дорог На каждом проблемном участке Десятки единиц техники Сейчас ремонт дороги Уже полным ходом Идет на Ленинской дамбе И надо сказать Что эти работы Совсем немного затруднили Движение автомобилей И это несмотря на то Что дорога Стала уже почти в два раза Но прямо сейчас Дорожники снимают Старый слой асфальта И такие работы Будут проводиться Почти на 40 участков Нашей столицы Скоро здесь появится Новый битумный асфальт Широкие тротуары И надежное ограждение Только ремонт Одной лишь Ленинской дамбы Обойдется в 140 миллионов рублей Подрядные организации Уверены Что к открытию чемпионата Этот участок сдадут Сегодня первый день тепла Поэтому более-менее Как бы веселее стала Работа двигаться Все зависит от погоды Но так планируем У нас задача К 10 июня Вот этот перечень улиц Приоритетных Нам полностью закончить Кроме больших дорожных участков Столицы много и мелких К чемпионату мира Отремонтируют дорожные покрытия На пешеходных тротуарах На улицах жилых массивов И проезды во дворах города А на некоторых улицах Движение будет ограничено Это улицы Оренбургский тракт Павлюхина Ленинская дамба Улица Декабристов Сибгата Хакима Восстание Но в асфальт покроет Больше миллиона квадратных метров Столичных дорог В денежном эквиваленте Это больше 5 миллиардов рублей Причем по словам дорожников Такая работа проводится Не только перед крупными событиями Это те работы Которые мы сегодня Выполняем в рамках подготовки К чемпионату И они должны быть Закончены по основным магистралям Казанцам же остается Отнестись к временным неудобствам С пониманием Ведь чемпионат пройдет Дороги останутся Сергей Хайдаров Данил Филатов ТНВ Казань Казанские скворцы и синицы Тоже стали ближе к футболу В казанском парке Крылья Советов Появился спортивный городок Для пернатых Не просто скворечник А настоящий футбольный мяч И все руками казанских подростков Алина Бережная Посетила сегодня Новоселов Задорные с улыбкой Дети клуба подросток Развешивают скворечники В парке Крылья Советов Дома для пернатых Непростые В форме футбольных мячей Среди скворечников И творение Восьмилетнего Александра Матвеевского Любит футбол с детства Играет во дворе Смотрит по телевизору Знает лучших галкиперов Скоро чемпионат мира По футболу И в честь этого Я разукрасил скворечник Франция, Корея, Германия и Испания Апартаменты для птиц Расписаны в цвете флагов команд Которые сыграют в Казани Во время чемпионата мира по футболу Идея у нас родилась Мы хотели сделать какие-то яркие Необычные скворечники А так как у нас впереди События чемпионат мира по футболу Поэтому мы решили приурочить И сделать вот такой спортивный Немножечко скворечник По задумке организаторов Скворечники не только украсят парк Но и привлекут внимание болельщиков Так не чемпионатом Можно будет делать ставки Какой скворечник больше поселится птиц Та страна и победит Алина Бережная, Рамзель Гарипов ТНВ, Казань Вечерний эфир продолжит программа Вызов 112 Ну а сейчас о спорте И о погоде на завтра Я прощаюсь с вами до следующего выпуска Он выйдет в 21.30 Всего вам доброго Добрый вечер Новости спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Кто у Акбарса лидер в раздевалке И получится ли сохранить чемпионский состав Итоги победного сезона Сегодня подвели главные спортивные Триумфаторы весны Зенатулла Били Лединов И генеральный менеджер клуба Рафик Якубов Расставили все точки над «ы» А спорных моментов По ходу чемпионата Было достаточно На итоговых пресс-конференциях Как правило, главный тренер более открыт для разговора После матча не всегда есть возможность Получить ответы на вопросы Что касается хоккеистов То контракты некоторых игроков Истекут 30 апреля До этого времени сложно сказать Кто останется в Акбарсе А кто продолжит карьеру в другом клубе Ясно одно Задача на следующий сезон Оставить кубок в Казани Как минимум еще на один год Игроки завоевали золотые медали У них настроение наоборот Было очень хорошее Они свободны И по играм Это было видно Что все сыграли достойно Синхронное плавание Как национальное достояние Сегодня в Казанском дворце Водных видов спорта Стартовал чемпионат России Лучшие команды нашей страны На протяжении трех дней Определять сильнейших В нашем коронном виде спорта Кроме этого Победители получат путевки На чемпионаты Европы и мира Подробности в нашем сюжете Водный чемпионат мира 2015 года Дает свои плоды Столица Татарстана Ранее принимала российские старты По синхронному плаванию Два раза И мероприятие собирало полные трибуны Казанских любителей спорта На турнире принимали участие Лучшие представители команд Из крупнейших регионов России В соревнованиях дуэтов Принимать участие Один микс дуэт Это юниорский дуэт Который сейчас на данный момент Готовится к первенству Европы И первенству мира Это единственный наш юниорский дуэт В России Спортивные программы этих соревнований Включают комбинированную программу Соло-группы и дуэты Причем наблюдать за синхронистками часто приезжают не только любители спорта Но и поклонники искусства В чемпионате России принимает участие 13 субъектов Российской Федерации Все они разделены на 22 команды Общее количество участников у нас 267 спортсменов Чемпионат проводится с целью развития популяризации синхронного плавания в стране Он нацелен на выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в российскую сборную Алмазгов Ятфа Мерзалюшев, ТНВ, Казань Спорт, доступный каждому Фестиваль под таким названием стартовал в Казани Студенты и люди с ограниченными возможностями будут соревноваться в настольных играх Такой формат придумали в Казани впервые Фестиваль собрал 12 команд из 12 городов и районов республики Основная задача познакомить инвалидов с новым управлением в адаптивных видах спорта В течение года была произведена работа по развитию таких настольных видов, как джаккала и карнхолд в городах Татарстана Совместно с людьми, ограниченными в возможностях, на турнире принимали участие и студенты Казани Фестиваль планируют сделать ежегодным Объединить усилия людей с инвалидностью и людей без инвалидности Поэтому мы назвали свой фестиваль «Спорт, доступный каждому» То есть каждому и инвалиду, и здоровому, и пенсионеру И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать в апреле со скидкой 20% Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166 Ну что ж, а теперь о погоде Очередной циклон принес в республику новую порцию осадков Но зато станет теплее По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики Будет пасмурно, ожидается дождь и до 6 градусов тепла На северо-востоке Татарстана дождливо И тоже до 6 градусов выше нуля На севере республики повсеместно пройдут дожди Там температура воздуха составит плюс 8 градусов На северо-западе облачно, дождь до плюс 6 На юго-западе республики будет теплее Местами до 10 градусов тепла Но тоже не обойдется без осадков В центре республики похожая картина Пройдут дожди, температура воздуха составит плюс 7 градусов В последующие сутки в республике по-прежнему ожидаются осадки Но температурный фон повысится Спонсор выпуска ООО «Челный Кировец» Старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» Приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики И необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования Вам всегда рады помочь Адрес Казани – спортивная 3 В Казани в предстоящие сутки ожидается пасмурная погода Пройдет дождь Температура воздуха составит до 8 градусов тепла Ветер юго-восточный, умеренный Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 90% Магнитное поле Земли спокойное На этом наш выпуск завершен В студии была Маргарита Павлушина До свидания Продолжение следует...